Ребята, всем привет! Ролик о топе 5 самых сильных массовых вымираний в истории Земли вам определенно понравился. Ну и кто не решит сделать еще один ролик про древних животных? И сегодня у нас собраны животные мезозойской эры. Пока я буду рассказывать о динозаврах, а потом перейду к морским ящерам. Итак, мы начинаем. Первые динозавры. Мы отправляемся в триасовый период с 201 миллиона лет назад. Закончаем. Это 250 миллион. Ой, вернее наоборот. Так. Что мы знаем о динозаврах триасового периода? Хромогизавр. Хромогизавр – это динозавр, относящийся к семейству зауроподов. Вернее, относившийся. Он жил в конце триасового периода. Триасовый период стал для него домом. Это динозавр, который находится в семействе находился. Ящерообразных динозавров был найден на территориях Южной Америки. Агрозавр. Окаменелости этого большого существа были найдены в Австралии. Так что ученые начали считать, что и произошел он в Австралии. Что ж, вполне справедливо. Кстати, пишите в комментариях слово «хочу», чтобы я сделал ролик о динозаврах России. Их не так уж мало, но всю историю их нахождения нужно еще поразмыслить. Однако позже ученые пришли к выводу, что допустили ошибку. Что ж, такое всегда бывает, но агрозавр остается агрозавром. Долго они ломали голову, потом поняли, что опять допустили ошибку. И так они до сих пор и выясняют происхождение этого вида. Они потом его путали еще с английским, но все-таки мне кажется, что он из Австралии. Дилофазавр. У этого динозавра палец, причем только большой палец, двигается точно так же, как и у человека. Так что он с легкостью мог бы показать вам его. То есть лайк. И да, нажмите на это видео, пожалуйста, лайк за этого дилофазавра. Спасибо большое. Итак, мы продолжаем. У дилофазавра были гребни. Он был довольно ярко окрашенный. Он был одним из первых динозавров. Это хищник. Нет, он не такой хищник. Обыкновенный динозавр. Очень интересно, но никто, никто не знает, зачем ему нужны были гребни. Кстати, а может быть вы узнаете? Напишите идею в комментариях. Ну, с пастью тут и так все понятно. Па. Откусывает себе куски мяса. Не себе, а другим. Хорошо для дилофазавра, а для динозавра, которому он откусил, что-нибудь не очень. Угу. Ладно. В триасовом периоде динозавры были менее интересны. Но они все-таки были первыми. Пер-в-и-ми. Хотите прикол? Этот динозавр был ростом с трех до восьми метров. Кто хочет оказаться в его посте, поднимите руки. Никто не поднял? Ага. Ладно. Не такой был дилофазавр, а именно такой. Счастье он не пережил массовое вымирание. Об этом, кстати, может тоже будет в конце ролика. Теперь мы отправляемся в юрский период. Аллазавры. Да, это аллазавры. У них были такие длинные когти на передних лапах длиной 16 сантиметров. Так что лучше было не просить почесать их спинку. Да. А то бы разорвал. И съел заодно. Ну, конечно, его огромная пасть говорит о том, что это был не вегетарианец. Пасть. Эта пасть нужна для размолвки пищи и прогладывания. Птица. Он жил, как мы уже знаем, в юрском периоде. Но вы только посмотрите на него! Какой урод. Жили эти уроды 145 или 155 миллионов лет назад. Как раз в юрский период. Вроде бы у них тоже был странный гребень, но не такой, как у дилофазавров. Зубы в основном у динозавров сменялись постоянно. Элофоразавр! Бежим! Он хочет нас съесть! Это хищный динозавр. Ну, правда, посмотрите на его пасть. Конечно, понятно, что он хищник. Передние лапки, как у в основном всех динозавров, у него были маленькие. Да и задние ноги тоже не отличались большими размерами. Хвост длинный. Шея тоже длинная. Я бы сказал удлиненная. Элофразавр это динозавр, которого в основном не упоминают. Ну, что-то... А как же дилофазавр, тираннозавр, рекс? Они просто в моде. А трицератопсы. От них вообще не отвяжешься. Дилофазавр был... Ой, элофразавр был обычным динозавром, хищником. Чего это ты на меня так смотришь? Бежим! Он хочет нас съесть! Ура! Анкилозавр, это ты? Спасибо, что защитил нас. Да, мы сбежали от Эуглифара и перешли в конец юрского периода. Анкилозавр. Думаю, о нем вы тоже очень много знаете. Каменный шар на хвосте, длинное шипастое тело. И, возможно, вы знаете, что он был травоядным. Такое чудовище! Извини, анкилозавр, мы не хотели тебя... Да, лучше сбежать от этого анкилозавра и перейти к спокойному. В меловой период! Что ж, сначала поговорим о русском динозавре. Амурозавр. Амурозавр обитал на реке Амур. Ну, я думаю, вы и так это поняли. Амурозавр был травоядным динозавром из семейства утконосых динозавров. Да, он был совершенно не агрессивен. Он поедал траву. Что это за странный гребень? Отгадайте в комментариях. Потому что никогда ученые не могут знать точно того, чего знают сами телескелеты этих амурозавров. Ладно. Последний динозавр в этом ролике. Гастония. Гастония, как мы видим, был травоядным динозавром. Обитал он в США, в штате Юта. Он достигал примерно 1 метр высотой. Даже я выше. Если что, то мой рост 1 метр 44 сантиметра. И мне при этом скоро 9 лет. Так. И? Весом 1 тонны. А у меня он... Чуть поменьше. Ладно, шутка. Конечно, ни у кого нет веса 1 тонны. Кроме слона. А у него это целые несколько тонн. Ну. Он был шипастым. Или это были пластины. Друзья, а на этом все. Материал к ролику. Было не так-то просто подобрать. Пишите идею для следующих роликов в комментарии. Продолжать ли мне ролики о динозаврах. Пока-пока. Пока-пока.